так это у нас следующий день очередная партия то есть вторая голова свиная в общем тоже также попрела она у нас это 10 12 часов это на утро следующего дня мы с супругой начинаем делать но сегодня пойдет не на тушенке у меня ролик а немножко поговорим об автоклаве и ну как я работаю с автоклавом что мне нравится что не нравится вот поговорим об этом это мы начало начинаем делать давайте поговорим об автоклаве так у меня автоклав функции еще первого поколения покупал очень давно автоклав мне очень нравится этот автор автоклав работает на воде то есть банки которые там ставится полностью покрываются водой но я я раньше делал все на воде пока к этому автоклаву привык да потом посмотрел после вот такие другие автоклавы начали на пару мне пришлось приспособить этот автоклав на пару потому что на тот момент у меня денег не было для второго автоклава да и ни к чему 2 автоклав покупать зачем когда есть первый автоклав да что мне нравится в этом автоклаве да практически практически не нравится только внутренности внутренности вот этот кассета то есть куда ставится банки автоклав на 24 по моему литра меч вмешая вмешивается значит пол литровых баночек сюда в эту кассету в три ряда по 5 банок получается 15 банок до 15 пол литровых банок зажимается все вот такими кругами железом а сверху закрывает зажимается брошек барашка вот зажимается вплотную на центральный тот такой вот штырь штырьный штырь болтовое соединение в общем и все получается получается что железо вот этих вот крышек она тонко тонко начинаешь прижимать барашком барашком и это все выжимается полностью отсюда и получается что здесь же у нас крышки то стоят железной под машинку этими крышками закрывается чтобы их не выпирала вот и получается что когда барашком закручиваешь центральным креплением края все выжимается железо тонкая вот здесь надо бы железо чтобы она была толстая тогда это будет все работать с этим делом конечно я маялся свое время у меня срывала крышки банок и одна хорошая женщина мне посоветовала наши комментариях что можно купить зажимы вот такие вот даже вот такие зажимы алюминиевые зажимы чтобы не скрывала крышки эти зажимы когда поставим крышки под машинку закрутим вот эти машины эти зажимы ставятся вот сюда но я потом вам процессе покажу когда буду делать и все и в процессе получается что мы вот этими крышками уже не пользуемся но смысле ими же пользуемся потому что мне жена стать прошу прощения потому что нам же надо стоять баночки единственное что я не зажимаю барашком болтовым соединением этим не зажимаю а пользуюсь вот этими приспособами вот мне это нравится после этого как и какими стал пользоваться у меня не стал отрывать крышки стало все работать окей да дальше в общем это к этому я приспособился барашковым соединением я уже не пользуюсь чисто просто одевая сверху вот эти площадки ставлю на них банки и все дальше самой крышки я никаких конструкций не менял стал променять как на пару точно также ставим банки все заливаем где-то полтора-два литра воды это очень быстро как бы мне нравится самом строении ничего не менял в новых автоклавах здесь стоят стоит еще один клапан который воздух выпускается но я считаю что он ни к чему какой конструктор тут удел тут не надо ничего делать все точно так же заливая полтора-два литра воды баночки все закручиваться сверху крышка с манометрами она заводская для первого автоклава а пользуюсь тем что когда мне поднимается температура примерно до 80 градусов я раза три или четыре просто спускаю воздух воздух спускаю сам вручную пока не появится на стенках трубки пар если я вижу как только появился пар получается что воздух спустил получается на стенках трубки пар я больше этот клапан не трогаю догоняет до определенной температуры какая мне нужна что 120 градусов и определенное время сколько там я обычно от 30 минут до часа это все делаю все он работает как оборот быстрее готовит быстрее отстывает те же самые контейнеры получаются но в процессе в процессе я еще поговорю насчет крышек которые мы закручиваем под машинку банками я пользуюсь значит вот такими пол-литровыми да еще забыл сказать значит когда пользуемся вот этими креплениями вот этими креплениями у нас на основании вот на это без этих креплений без этих креплений он без этих на это основание без этих креплений вложит влазит 5 банок 3 ряда 5 и 3 15 15 банок получаться с этими креплениями у нас лазит только на одну площадку 4 штуки потому что увеличивается площадь и получается что ставишь только 4 баночки эти стоишь 5 уже в кассета полностью автоклав не влазит не засунешь его туда эту кассету с банками поэтому получается с этими креплениями 12 штук это и этого хватает ладно просто сейчас я буду готовить туда-сюда маленько снимать чё вспомню вам расскажу может кому-то что-то как-то понадобится мои советы супруга у меня молча делает вернее потрошит мясо головы как она сказала сама муторная потому что здесь жиру долго это все но я и сказал что надо бабушка надо работать то есть это мы делаем для себя не на продажу мы делаем немного если первая партия у нас было 11 банок по 650 в эту партию меня только получится 12 банок по 05 это поменьше группы положу и побольше положу мясо вот она тяжело вздохнула иконечка улыбается на свое дело делает молодец давай делай вот у меня значит 12 баночек пол литровых я разложил перлов очки значит перловку я сразу говорю что я ее замачиваю вот с вечера я замочил и она мне могла где-то 8 часов да вот если я соли вложил в те банки 650 грамм это по 5 грамм то в эти баночки где-то по 3 по 4 грамма я ложу немножко меньше чтоб не солоновато было ну а так я ложу в чё лаврушечку в третью часть действительно без фанатизма просто горьковато будет повторюсь ну и душистый перец 2 горошка горький перец я сюда не ложу горький перец я обычно ложу когда делаю тушенку вот здесь этого хватает как-то вот так вот я вот столько третью часть банки это перловки здесь у нас мясо головы пополняется потрошится чистится ну что значит применяю для закрутки вот такая вот машинка рекомендую вот наподобие такой без всякой спирали потому что спиралью это все ерунда вот раньше было стареньким машинкам наподобие такой же только ручка была ну то маленькая другая конструкция была вот то было лучше это более современная но тоже вроде как бы ничего дальше дальше не реклама сразу говорю не реклама применяю под машинку вот такие елабужские крышки специально для автоклавирования почему специально потому что у них жестянка она толще толстая жестянка лучше применять для автоклавирования самарские алюминиевые крышки но в данный момент у меня алюминиевых крышек нету почему лучше потому что например у меня подвал сырой у меня подвал сырой и поэтому я конце как все консервы которую делаю железными крышками хватает только на год все крышки сгнивают от влажности ржавеют по краям сгнивают и хранятся только год самарские алюминиевые крышки сейчас не могу найти купить в интернете тем более у нас них не продают самарские алюминиевые крышки можно хоть лет 10-20 хранить ничего не делается вот те лучше крышки но в данный момент и мне их нету я применяются морские и елабужские крышки для автоклавирования с толстым железом потому что с простым железом они изгниют а так ведь вот эти крышки нержавеют но хватает года на два вот теперь смотрите я закрутил получается вот у меня смотрите вот так вот еще ничего не закручено но уже наложено наложено или положено как правильно сказать как то вот так на низ я наливаю бульон жир жирок чем варилась потом сверху вложу мясо и еще бульон заливаю сейчас это все мы закрутим под машинку и автоклав так что как то так вот с этими крышками а да еще еще так чего я вам хотел показать как закрывается этими штуками закрывается обыкновенно вот такое крепление делаться с одной стороны в другой стороны крепление делается вот такое вот крепление и сверху атаку закрывается маленько тут одной рукой не получается вот так вот закрывается все ставится автоклав и вот этого все крепление строения она крышки не срывает а то обычно без этого крепления все крышки срывают но не все из 15 и 12 банок банки 2 срывают точно без этого крепления и только и это строение что в автоклаве что там под болтовое соединение это все не держит а вот это все держит ну наверное все сейчас я это все закручиваю под крышки ставлю автоклав опять же температура 120 градусов 30 минут я вам объяснил как он работает у меня автоклав на воде но я его приспособил под делать на пару 30 минут держу все отстывает достаю конечный результат вам показываю как-то вот так вот ребята нашел у себя упаковку самарские алюминиевые крышки которые я в основном при не применяю вот тут у меня nz 50 штук лежит вот 50 штук nz а это у меня лежат елабурские крышки для автоклава но которыми сейчас пользуюсь у которых железо немного намного толще в общем это не реклама это просто я вам говорю как она есть у меня подвале где я храню консервы до которая закрыта закручены вот этими крышками под машинку мне лучше применять алюминиевой крышки потому что они не так гниют а брал я до этого обыкновенной крышки в тоненькой тоненькие но я чего не понимал на год не хватает железное они сгнивают потому что влажность большая поэтому самарские алюминиевые крышки я найти не мог алюминиевые крышки они хранятся намного дольше нашел елабурские крышки специально для автоклава у которых железо потолще вот как-то так вот пачку я открыл самарской алюминиевые крышки обыкновенные крышечки тоненькие железо тоненькая но алюминий и намного их дольше хватает эти резиновые прокладки они отдельно в общем как-то так так что у кого влажность где храните консервацию большая лучше применять самарские алюминиевые крышки не реклама мне никто не платит так что просто я вам говорю чем я пользуюсь очередная партия 12 штучек только достал баночки еще горяченькие все по 05 баночки если банки на 650 можно как второе применять зато вот эти 05 баночки открыл кастрюльку вот тебе и суп ладно ребята все что хотел показать показал кому-то может быть интересно стало комментарии лайки всем пока как да да Продолжение следует...